всем привет это канал красного герцога и сегодня мы таки завершаем игру рафт прошлой серии мы я я я горел и полыхал с этих прыгучек с этих загадок с шестеренками которые блин проваливаются сквозь платформы потому что вот так вот задумано что мы должны их по-другому поднять поэтому будьте любезны в общем много с чего я здесь горел сгорел к чертовой матери и в общем-то да дошли мы до этого вот момента и здесь меня убили долбаные гиены задолбали мне единственный плюс из всего что прошло прошлых серий в конце это то что ящики которые я уже поставил они там в общем-то и остались раз два три 4 5 у нас еще осталось ящиков здесь 6 7 8 9 9 ящиков чтобы забраться мне еще надо поставить минимум 2 скорее всего даже 3 на 2 точно 2 это будет 5 значит залезть не надо будет 3 и 1 то есть два три один шесть штук поставить мне их здесь 9 до ой как не хочу спускаться как я не хочу спуска вы бы знали но делать нечего знаете для начала вот так попробуем понятно на не получится доберись ты ящик этот долбанный ой 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 а почему вот на гиен не действует этот огонь почему они в нем не горят да ёб ну класс ой класс отстань да твою твою подавись на хрена но мне не надо нет блин а 6 стань 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 не успела собака забрал мусор мы все свалил козлина это ваш конец нет это твой конец урод фух так эту хрень я прошел со второй попытки всего лишь еще монеты успею не знаю зачем я их собираю но пусть будут красота просто красота сидят там глазами моргают нагнетают так постараюсь гореть а им поменьше в этот раз но это было просто в ленте в прошлой серии это просто мрак какой же какой же блин мрак как мне все это огорчило и расстроило прям невозможно вот ну ну это это не та игра где должно быть вот это вот все вообще не то она была тихая размеренная спокойная исследование такое шло себе вдруг какой-то экшен попер блин на хрена зачем если я захочу экшен и поиграть другие игры где он есть разработчики я понимаю что ребята и это инди проект принципе начинался как им сейчас не знаю может они там поднялись потому что игра оказался супер супер популярные и вот этот все у класс теперь с боссом я надеюсь что только с боссом так я самый веселый не вижу ни хрена ящиков ошейник что мне делать с этим ошейником вот блин сбила смысле 2 шейник ящиков вообще вот опять же ну вот опять же вот вот смотрите они специально делают и пока не выйдешь на эту гребаную арену ты не за не поймешь что нужно делать это я не знаю просто просто не знаю да так вот о чем я говорил то это был инди проект изначально и видимо видимо ребята как-то вот слишком впечатлились эффектом который произвела их игра и очень эти многие разработчики игнорируют все предложения игроков а здесь ребят пошли прямо по противоположному пути они очень внимательно слушали все что хотели игроки и полностью переделали игру под заявки игроков из тех матери творения альфа настоящий воин он умеет выживать слабые отсеиваются сильные остаются вы разведчики были такими же и создали себе с нуля вы не останавливаетесь пока не столкнетесь с тем что сильнее вас и чем не надо то альфа приготовься убей мне тупо убить надо что ли или что ой молодец альфа хороший мальчик плохой мальчик ой по моему моя по моему моя стрела от нее просто отлетела ой собака ну то есть ты конечно собака точнее гиена а какого хрен то ой и откуда здесь стоишь или она вообще не исчезает что ли на нет вроде ой вроде исчезает блин ну да видимо сволочь надо пристрелить да ну хватит ваши батюши вашу машу блин да бляха муха долбаная кислота или что там почему она за спиной то у меня образуются на меня лечил к кончилась блин надо бегать чтобы в кислоту не наступить и бить по ней как-то да что за нафиг то ну какого опять рожна-то хренеть блин это просто жопа блин нахрен 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 зачем я сохранил спирт ой я идиот но это вы видели до этого эпичный был абсурд да извините это просто пипец это надо тонну стрел потому что в упор и убитый убьешь вокруг него это куча этой двое надо сделать увеличивающую жизнь у меня мне нет ресурсов на это я потратил все эти прибудут приблуды всякие грибы и эти самые ну все она мне сейчас сожрет и все собственно все я даже жрать мне не надо я сейчас просто тупо об это об кислоту мы сгорю если это еще и хилиться пока он жрет вот это все ну и все готово ой бляха муха какая же херня какая херня ну зачем вот это надо было делать зачем просто я не понимаю вот тупо не понимаю тоже ну никакого смысла в этом разборках нет вообще никакого шлем слова все сломала ночью мне вот чуть-чуть с этим делать я не хочу играть понимаете вот проблема в том что я просто больше не хочу нет играть в игры в эту игру ну в общем я не знаю если я ее сейчас не завалю я наверно дропну так а ты у нас здесь бегаешь а повреждение тебе остались извините вот бы да было бы классно хоть какой то так сказать пользой было бы от всей этой хрени то пока все то есть ты обратно возвращаться не будешь на один раз стрельнул и хватит да ой как я не хочу туда выходить ой как я не хочу туда так насколько я понял когда она жрет она неуязвима так да началось блин так мази меня больше нет то есть вот эти двигатели и это последние а ты сдохнешь ты уже пожалуйста но да слава богу нет нет альфа ты ничтожества все зря я надеюсь я очень-очень надеюсь что это последний босс и что самому фу мы сейчас просто подойдем дадим в морду и он сдохнет на хрен это нам на хрен не надо сюда сюда едем едем соседние силу на дискотеку назад а то что ничего не можете сделать держитесь подальше это всего я чувак ты явно больной из меня утопия сгорит не приближайтесь да пошел на хрен грязные авторы чистый служите меня штаб вас возьмем скриншотик я жгу это место до спла обязательно сожжешь но потом его не заслуживаете ну конечно а ты до титановые инструменты так понятно он там все что-то возмущается я не знаю почему с учетом того что у меня пытался убить почему мы не можем угробить сами в общем-то так подожди а это другой лифт там это там другой лифт здесь ничего больше нет здесь ничего больше нет ладно пойдем в другой лифт куда-то нас доставишь вниз ну это понятно что он из грязный вера в три много шума мало да да все уже отбухался от возмущался так жетон на хрена мне жетоны здесь я так понимаю все здесь в утопе нету этого вот добра да это та самая дверь которая заперта с другой стороны но и собственно тюрьма так сейчас я нет на секундочку отойду так пока я гулял тут наступила ночь и знаете что я пожалуй сбегаю домой все-таки пропущу промотаю ночь а потом уже тогда потом уже тогда откроем тюрьму и закончим игру еду меня тоже нет глины у меня тоже кончилось да я сказал что у меня мазюки 3 осталось все последнее потому что кончилось глина соответственно на еду мне тоже уже нету ничего так голову гиены хорошо куда не поедет давайте а вот чего хотел до титановая стрела титановый меч титановый крюк титановый топор ну это конечно все зашибись но мне это все совершенно на хрен не нужно а zip line кстати говоря есть кому интересно зачем нужен электрический он позволяет ездить не только сверху вниз но и снизу вверх вот эта штука полезная действительно была бы если бы игра дальше еще продолжалось но это как говорится все для тех кто кто на мой взгляд испортил игру своими советами просьбами требованиями но об этом я сейчас скажу когда осмотрим финальный ролик вот эта милая мордаха красавица альфа ну ладно пошли заканчивать игру их сытость закончилась но уж на финальный это ролик ее хватит благо тут бежать совсем чуть-чуть я даже наверное беру оружие вряд ли она нам здесь понадобится бубу 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 это я интерфейс выключил если что а вот это уже не я когда океан буквально смыл цивилизацию выжившие остались ни с чем но они не сдались разведчики стали из руин дерзнули исследовать наш затопленный мир и вернули нам надежду благодаря их усилием утопия снова свободно это наш последний шанс начать длинный трудный путь к восстановлению отныне мы все становимся разведчиками которые нащупать следующий шаг для человечества верю за утопия и утопия до получено достижение и тут теперь короче ходят люди с ними можно поговорить о как такое вообще можно случиться прикал при плаве когда вояка с бешеным генами в клетках и все начинают его слушаться то еще раз я же говорил да 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 все отвали я хочу найти тему тимур она тимур анисия до ванесса я хочу найти вот бруно здравствуй бруно тебе привет от генри не нравится металлов а то есть я с ними как раз поговорить и не могу никто не обращает на меня внимание может теперь прислушаются то есть реплики и все а вот ханна мы обязаны вам нашим будущим нет слов которые мы могли бы выразить которые могли бы выразить нашу безопасность благодарность а где рубин он тебя нашел дур такую ой извините я аж закашлялся то есть теперь здесь можно затариваться рыбой картохой и вот этим вот всем это охеренеть как круто но лучше здесь были грибы и эти самые водоросли исаак короче вот они люди джохан картика какая-то все они живы и здоровы и счастливы так это у нас а вот и автоматы кстати бананы манга кстати водоросли с грибами нет а вот водоросли с грибами нет вот так вот так и чё здесь у нас а это что вообще такое какие-то специи до висюльки чё всякое украшательство короче дребеди день да нету нету ни водоросли ни грибов нету то есть единственное что мне было бы нужно ну и все так я так понимаю да то есть за пределами рынка народу нету то есть а рубин и нет а где рубин то он же ведь тоже сюда приплыть должен его или все-таки отдельно нормального выхода у нас кстати нет с рынка нет только через это вот и равен а ну суть всему да там там а никого ладно смотрю там я думаю что нижних каких-то частях еще кто-нибудь нет ну в общем даже да даже это они хрень какую-то сделали могли бы в общем-то самые редкие самые трудодобываемые как раз ресурс ну при продовольственные еда и как раз его и в общем-то нету черту ножки поломал ничего страшного вот то есть да даже это в общем-то слили типа сам сами добывайте все это ну что можно сказать давайте подводить итоги этой игры которая блин ну несмотря на всю мою бомбление в конце все-таки не финалом единым да как говорится живая игра но и геймплеем и средней частью и началом и лором и всем на свете хотя пролог тоже наверно не стоит вот все-таки замечательно однозначно стоит того чтобы в нее поиграть игра как я уже говорил инди проект был изначально трех шведских студентов у псальского университета которые сели написали выложили в ее похвалили они сели дальше разрабатывать полгода над ней карпели за эти полгода с того ресурса куда нее выкладывали игру успели сперть спереть недобросовестные люди выпустить свою версию наверняка мы если вы любитель рафта видели этот рафт вы survival game это не альфа версия не что-то там нет наглый плагиат стыренный с того самого ресурса куда разработчики шведы те самые выложили ее изначальную альфа версию просто спирать или и в общем то все и сидят себе в ус не дует вот что можно так сказать сказать так сказать сказать нам по итогам ну давайте давайте разберем сначала на части как я это обычно делаю значит что в игре осталось от начала до конца неизменно прекрасным это soundtrack soundtrack тут обалденный он прям вот очень атмосферный очень качественно сделанный хорошо задает на то и настроение и в общем то соответствует происходящему по крайней мере первые две головы точно соответствовал вот аудио оформление на 10 из 10 однозначно графу ней ну опять же говорю это все таки изначально инди проект поэтому он изначально как бы разработчики не пытались в реализму да они пошли немножко другим путем ну графу не получился мне мне очень-очень даже нравится он такой простенький схематичный немножко может быть даже не столько мультяшной сколько почти кукольный но при этом очень-очень симпатичный вот по крайней мере то самое поделие которое я уже упоминал выглядит гораздо более убогим и страшным и стремным вот и пусть плохо будет икается тому товарищу который это сделал а вот поэтому как бы вот 10 из 10 конечно не поставишь потому что такое но на 8 баллов из 10 я думаю тянет вполне да то есть в этой стилистике смотрится отлично качество хорошее особенно приятно что игра особо не тормозило и не проседал у меня были проблемы но это были мои проблемы связанные в общем-то с обе самым методом записи вот это вот все как только я это решил вопрос этот порешал все играли идет нормально то есть технически она очень хорошо оптимизирована и это радует вот баги 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 пока первые две главы когда играл когда они вышли багов не было вот третью главу они кое-чего понапихали нового видимо много и в паре мест эти баги были но он так ерунда ничего критического вот то есть техническая оптимизация да можно сказать тоже на высоте геймплей ну геймплей остается таким каким в общем-то и должен быть это выживастика гринделка где надо собирать ресурсы строить свою базу плот и кормиться питаться пить воду вот единственное здесь спать нельзя нельзя заболеть нельзя то есть ну выживастик он достаточно условный на в основном это гринделка и для сейчас вот спустя когда на восемнадцатом году по моему первая глава вышла вот сколько получается уже два четыре года прошло это уже кажется как-то чем-то таким ну само собой разумеющимся ну как же рафт вот одна из вех так сказать из столпов жанра можно сказать на сегодняшний день его но когда она появилась сама идея вот этого да то есть непрерывного движения и сбора ресурсов было достаточно свежий интересный тема чем тема она собственно привлекла внимание к себе вот и то есть за идею тоже пять с плюсом а вот дальше начинается собственно скользкий момент потому что я буду говорить о двух составляющих точнее о двух частях то есть у нас остался лор и сюжет поэтому я я разбиваю его на две части потому что был лор и сюжет первых двух глав и есть лор и сюжет релизные версии рафта они разные ну точнее сюжет остается одним тем же примерно точнее я не могу сказать каким он задумывался изначально вот на третью главу к сожалению не знаю может быть когда-нибудь мы об этом узнаем но не сейчас и было ли вообще когда-то готовы задумка на третью главу а вот но то что сюжет как бы ну именно сюжет да то есть прохождение и сбор вот этих вот всех решений за да за загадок головоломок и так далее в 1 2 главах остались они остались прежними да а вот лор изменился очень очень и очень и очень сильно очень сильная еще расскажу очень сильно изменился лор изначально вот чем меня эта игра завлекла да как я говорил во первых это атмосферой одиночества ощущением последнего человека на земле кстати говоря кому если интересно если кто еще помнит сестру мы здесь так и не нашли а вот то есть изначально у нас задача была найти сестру мы появлялись на плоту почему-то откуда-то зачем-то нихрена не понимая что произошло но вот появлялись на право на плоту с единственной записью привет от сестренки мы где-нибудь когда нибудь однажды точно встретимся запись они опять же оставили до мир пропал но остались истории собери как можно больше вот это все да плюс собственно подача этих историй напоминаю еще раз если кто а либо говорю тем кто не играл в первые две главы до релиза в изначально ни один из персонажей не пересекался с другим последствия я даже помню как я игре проходил когда первые две главы в прошлом году я специально это вот пытался там найти связь между то есть вот вроде здесь ими знакомые там ими похоже нихрена никаких связей это были абсолютно отдельные никак не связанные между собой люди и каждая в общем-то история была завершена они все были закончены то есть историю вас агатана например я просто как бы наиболее ярко и четко помню перечитывал пересматривал старые свои версии улов ольстром он именно с вас агатана да он шведский чиновник военный какой-то который от был ответственен за проект плавучих городов которые кстати говорят тут же тангоро существует и почему он там весь из-за обкритикованный был я не знаю проект уцелел реализовался остров существовал как минимум один да скорее всего не один а вот но тем не менее его там в швеции как бы зачморили и я так понимаю как бы процесс разрушения мира продолжался поэтому он собрал команду собрал слух своих своих прихлебателей сел на свою яхту и свалил а вот вот так как он подошел к телу точно так же как и рыжил и работал припасы на яхте кончились яхта села на мель вот на яхте завелись крысы и главная крыса яхты улов ольстрём капитан умер был отравлю отравился вот укус по моему крысы или заболел какую-то болячку подцепил до болячку подцепил и там еще он ругался что этот придурок ольстрем там набрался к херне а лекарства не взял а вот умер вот ольстрем попытался сбежать но у него ничего не вышло потому что мотор ну точнее провода в двигателе и лодке на котором пытался сбежать перегрызли те самые крысы-мутанты вот и собственно вся история вас агатана заканчивается на том что его как бы ловят на попытке сбежать и команда благодарная в общем-то кидается к нему с объятиями но это все понятен понимаете в кавычках и видимо просто утопил его к ядрине фене и на этом мы вот все а после этого приходим на вас агатан мы и видим что он пустой либо люди с него уплыли потому что трупов мы не видим и куда-то делись либо они умерли мы не знаем история на этом завершена это была история падения мира конца времен каждая история нам рассказывала о том как все умирала как все тухло потом был бы тащить до этого была вышка тоже там в общем то я не помню вот с вышки я не помню разницу между я не смотрел я еще не обратил внимание на это когда вы сейчас проходил но наверное тоже разница есть борьба там тоже как бы ну в общих чертах сохранилась но все-таки тоже немножко там поменялось смысл тоже был же в том что вот этот вот бруно он там окончательно сошел с ума то есть да он остался один сестра его причем по моему в той версии она не была ему сестру нет сестры они были да они одновременно одна фамилия нам тоже писалось а вот она уплыла почему плопчем бросила брата ни хрен какой-то с горы брат родной непонятно куда она делась или или там даже вот сейчас не хочу врать или или там она даже не уплыла просто исчезла вот и он короче поехал крышей на этой почве и вот этим с этими себе понавыдумывал личностей с ними там общался и так далее там подобное и потом тоже вроде как все для него печально закончилась а вот опять же истории умирания история конца и в этом была прелесть этой игры потому что как бы под текстом всегда шел такой ну скажем так экологический несколько призыв даму люди до чего вы довели планету от удумайтесь астана а остановитесь да это был прекрасно была очень такая медленная размеренная спокойная вдумчиво созерцательная так скажем игра о природе о человеке и взаимоотношениях и к тому к чему это все может привести мне очень нравился вот этот экологичный позор при призыв нет поздний призыв как посыл господи его он был очень таким не вну не в лобовым знаете зеленый очень любит вы убиваете планету нет он был таким исповедь как бы но ты он чувствовался он был заметен вот наверное может быть он и сейчас остался но зовут этим блин экшеном за этим развитием истории людей он куда-то задевался потерялся вот это все было в первом варианте да и мне этот вариант очень как я еще раз 10 наверное в 50 повторю очень очень нравился автором было что сказать и они пытались что-то сказать а потом как я уже говорил сегодня и по моему про предыдущей серии видимо пришел успех видимо пришло легкое головокружение и появилась мысль что надо что-то сделать не зазвездиться мы да поэтому давайте отнесемся внимательнее к требованиям игроков а игроки игроки увидели в общем-то строительство плота который перерывы между главами были большие погоду людям которым игра зашла делать было нечего вот они клепали себе мега яхты мега там небоскребы даже целые плавающие в общем короче всякой фигней страдали его и как бы стало больше интересно именно эта часть игры и сюжет с лором им стали на хрен не нужны может быть даже судя по тому как радикально разработчики его переделали кто-то пожаловался что он слишком мрачный и не иной не знаю нет не знаю это мои догадки но почему-то разработчики решили переделать весь лор все персонажи ключевые которые мы встречаем в игре все они внезапно оказались связаны улов ольстрём выжил даже более того он перебил команду избежал с вас агатана то есть если в оригинале было наоборот команда завалила улю олафа то этом варианте он перебил команду и сбежал офигенно вот и дальше как говорится пошел из одного места в другое творить дичь и вот это вот все и по главным злодеем стал то есть если изначально он был всего лишь одним из нескольких десятков различных персонажей но если считать тех кто в записках просто упоминается да там на пару десятков может и наберется десяток точно а вот то теперь он стал главгадом и ну в общем да все это привело к тому к чему привело в итоге ханна с вас агатана внезапно оказалось связано с рубином с караванного острова или от пульском то станка рода там корова вдруг всплыл рубин который упоминала ханны вот бруно по моему кто там или до рубин даст это с кадет из караванного до острова попал тоже свою кругу ну в тангорова борис бальбоа бруно сам каким-то образом добрался сначала до pen temperance а потом и до утопии в общем короче мир дружба жвачка целую десны и все такое блин в итоге вот вы видели эту картинку радостные объятия люди счастливы и сейчас мы будем заниматься восстановлением нашего мира где куда делся весь посыл куда делась интрига вот это вот я понял что все будет плохо когда увидел чувак чувиху на этом самом на радиовышке вдруг внезапно потому что говорю одно из интриг было все таки люди погибли но почему нет скелетов это просто условность игры или действительно нет или они все куда-то уплыли и мы в конце концов их найдем а тут ты на первой же точке встречаешь человека то он не игровой персонаж он для мультиплеера разблокируется так далее но он в игру встроен как минимум физически и все интрига пропала люди есть люди есть но даже здесь люди есть уж где-то там тем более на рынка есть и лор посыпался лор посыпался к ядре нефе не превратившись из чего-то оригинального немножко печального вот в что-то очень банальное до зубовного скрежета миллион раз мы такую херню видели читали смотрели играли ничего интересного она не представляет я не знаю зачем это было сделано но учитывая что создатели игры европейцы а там сейчас очень трудно со здравым смыслом и когда какие-то придурки начинают ныть и жаловаться гораздо проще сделать так как они требуют чем пытаться отстоять свою точку зрения или собственное мнение какое-то в общем то ничего удивительно конечно нет но грустно грустно и печально а что касается сюжета ну финал очка это финал очка 3 глава получилось отстойной просто отстойные подозрения в том что все будет плохо опять же мне появились вот с этой вот туши которая внезапно внезапно игра преследования про вредную акулу которая нас неумолимо преследует и достает не тем что она нас больно бьет и убивает таким что она именно не отвратимая такая знаете вот как это как символ вот этого того что хотели сказать разработчики изначально да что не надо вот гадить планете она будет вот мстить и мстить и мстить и снова и снова и вы не победите ее никогда потому что она больше вас сильнее именно своей неизбежностью неотвратимостью ты убивал ее она возрождалась снова и ты знал что она снова придет и вдруг все это меняет вот на эту тушу жирную блин который просто жирная скотина просто узнать как dark souls я буду вспоминать его много раз этой игры связи с этой игрой а вот просто вот вот худешь мобов мочишь 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 а потом вылезает такая сволочь и ты потеешь много долгий упор но это еще как-то ну ничего как-то зашло она был еще как-то более-менее обоснованно все-таки подводный падает там сабы ну вот ворона point эта точка все-таки в основном подводная соответственно почему бы не быть там какой-то твари подводный морской и вот это вот все а вот потом был темперамс вполне себе нормальный приличный такой же как были первые в общем-то двух первых двухглавах острова да то есть мы ходили что-то разгадывали добыли эти противники но они были 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 да то есть там не был некий мегабоссов а потом мы приплыли в эту утопию ну и собственно вы все слышали вот прошлых серии которую я очень давно так не делал но мне пришлось ее на монтаже пересмотреть всю от начала до конца чтобы запекать как можно по-моему я даже не все запекал где-то все-таки пропустил пару мутюгов вот потому что ну 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 там просто мат 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 перемат потому что ну невозможно но невозможно это же просто пипец во что превратили игру именно сюжетно и геймплей в принципе тоже здесь резко меняется до превращается в какой-то тухлый экшен особенно во второй половине сначала эти блин совершенно ну вот смотрите игра raft она очень условная в ней очень много всего всякого условностей да мы к ним и в общем-то привычные понимаем и особо не ворчим по этому поводу пища какая-то которая что-то там дает да какие-то вещи вот я даже не буду все эти вещи перечислять которые ну вы сами виделись сами все понимаете реализмом в этой игре в общем-то даже не пахнет но он не напрягал как совершенно даже меня в общем-то фаната реализма выживости как и иже подобных игр вот но здесь внезапно так я в общем-то потерял мысль забыл чего хотел сказать прям хоть пересматривай пока про реализму вспоминала вот условность 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 да она не напрягала а в финале стала напрягать почему почему-то стала напрягать ну ладно бог с ним убила сначала вот это вот платформинг в чистом виде какой-то трехмерный прыгай скачи приседай причем еще раз повторяю все это делается персонажем который изначально вот я почему почему я уверен что изначально вот этой хинея не было в этом в рафте для третьей главы в плане в планах 3 главы потому что персонаж который у нас есть геймплей на геймплей на он не с приспособлен до всей этой херни посмотрите как тяжело и медленно он прыгает игру как мешок с говном буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль он там приседает вроде кнопку опускаешь он встает а там ты присел кнопку отпускаешь а он сидит зацепился задницей за что-то я не знаю башкой куда-то уперся тут же не видно ни хрена то есть очень очень неудобен персонаж для платформинга в принципе и вдруг нас сюда вот бах на тебе красоту такую еще два раза в обязательном порядке не считая все те разы перепрохождение когда ты падаешь блин тупо из-за того что в общем то в этой игре еще и текстурки то обожают в общем то не соответствует своим визуальным границам потому что до этого момента вот до конкретно этого момента это было неважно ну не соответствует не соответствует хрен бы с ним а здесь это вдруг становится важно критически важно потому что из-за этого тебя сбрасывает там где ты стоишь уверен что до тебя не дотягивается она дотягивается и скидывать тебя нахер и ты опять с матами все это перепроходишь вот то есть на кой черт это было сделано я я говорю у меня единственный вариант это тупо кризис жанра то есть точнее кризис идеи люди дошли доделали игру до этого момента такие а чё здесь дед чё просто приплываем и нам говорят опа мы здесь здравствуй чувак то есть надо что-то какой-то финал должно быть какой-то логическое завершение какой-то катарсис вот этот вот да пока игру делали любители все было прекрасно как только видимо набрали денег наняли каких-то людей которые типа меня мнут себя экспертами вот те надавали советов игра превратилась в говно финале все-таки не успел начал голодать а потом вообще началась лютая дичь с этими генами с этим мольфстримом с его блин бомбами и так далее это уже экшен какой-то поперли говорю что за dark souls что это зачем она здесь для чего на хрена был опять же ну опять же предположение опять же тоже одно да то есть для вот этого самого катарсиса блин его для того чтобы был какой-то финал да лучше бы ребята делали так хотели сделать я вот не очень интересно посмотреть увидеть какой финал задумывался изначально что вы хотели нам показать куда бы мы привели пришли нашли бы мы сестру не нашли бы мы никого казалось бы что мы последний человек на земле действительно или нет была душа была идея игры вот мне в этом плане эта игра очень напоминает другое известное у нас о стране очень популярное произведение это вселенная метро 2033 по которой собственно это наделали кучу книжек и господи игр при том что изначально это игра по игры игры сделаны по книгам книги за авторством глуховского масса фанатов у вселенной и у игр конкретно вообще вот но особенно среди фанатов игр с книгами я честно сказать не знаю подозреваю что тоже но с играми точно большинство фанатов мало зла мама ну кто-то знает что это по книгам вот может быть даже кто-то читал но даже тех с фанатов игр которые из-за из-за этого читали книгу скорее всего большинстве своим не знают что изначально книга была совершенно а другом заканчивал совершенно по-другому и было в два раза меньше вот дело том что изначально был глуховский и писал не будучи еще писателем то есть ну смысле он книжку то писал но профессиями работал по другой профессии не занимался писатель этом профессионально и выкладывал книжку в интернете просто по-главному а вот и заканчивалась она внезапно примерно в середине нынешней своей версии тем что главный герой просто убивает причем убивать случайный пули вот если кто книжку читал и знает ну может быть и играл в первую игру метро я честно говоря не играл ни в одной из этих игр я смысле серии метро я пытался мне они не зашли совершенно своей топорной линейностью в рельсовость даже не сюжета а просто геймплея когда ты с одной стороны на другую перейти можешь строго там где разработчикам проложен путь и не пытайся где-то еще пролезть вот очень мне это жутко не понравилось я просто забил и вычеркнул серию мира метро из своего как бы вселенной и я ею знать не хочу а вот поэтому не могу сказать как там в играх но вот книжках вот когда главный герой артем приходит в полис вот у него там проходит нак на кпп начинается какая-то заварушка да и по-моему в финальные и в релизной и в релизной версии до метро 2033 он там после этой перестрелки все-таки приходит в себя и типа ухты надо же почудилось чуть не убили да вот в первой версии его убили именно убили просто и смысл книги был что вот этот весь пафос я избранный сейчас я спасу человечество это гроша ломаного не не стоит да и на самом деле случайно пуля в общем-то заканчивает все и нет никакой избранности и будущего у человечества нет потому что она загнала себя уже блин в катакомбы засрав поверхность полностью и какой на хрен тебе будущее как у тебя избавление какой-то на хрен спасение человечества иди к черту ты свое отжило нами на смену тебе пришел новый вид то есть книжка была со смыслом вот с таким вот а потом глуховскую почитал отзывы на книгу роман действительно был классный вот и пошел в издательство издатель присидел слушай не одну это как-то мрачновато давай мы сейчас здесь вот это вот допиши здесь добавь больше драйва экшон чека всего вот этого не в хэппи-энд конечно куда же без него еще за дело до продолжения мы с тобой столько бабла на куна руби и глуховский продался просто и сделал все что от него требовалось в результате книжка потеряла всякий смысл превратившись тупой фантастический боевичок про приключения неудачника артема в постапокалиптическом мире прорастворившись в общем-то в куче такого же унылого серого однообразного чтива в общем-то какого вагона в общем то есть в любом книжном магазине к сожалению с рафтом я вижу здесь осталось то же самое точнее даже не столько с рафтом сколько с его создателями они точно также поддались конъюнктуре в итоге выпустили финал очку вот с таким вот разочаровывающим крайне меня лично финалом я понимаю что как кто-то со мной не согласится я уверен что многие со мной не согласятся во первых те люди для которых рафт в первую очередь эта игра по постройку мегаяхты на 25 этажей да ребята с вами вы вообще играли в разные игры поэтому вы просто не поймете о чем я тут говорю вот кому-то платформинге вот эти показались наверное интересными внезапно свежими разбавляющими унылые будни и серость атмосферы игры происходящий не знаю может быть мне она показалась диссонансом во всем теме игры во всей игре и совершенно что самое печальное неуместным вот вот что меня больше всего огорчало это то что все это изменение здесь они просто были неуместны игра в результате полу потеряла на мой взгляд посыл и смысл превратившись опять же что-то мейнстримовая и очень скучная в плане именно вот смысловой нагрузки слушать а я вот этой части был не то что мне так даже и даже я как-то не понял был я там или не был что там у нас вдруг внезапно сюда заглянул наверное был так непонятно было где мы в итоге там бегали ковырялись ну да ладно бог с ним вот в общем то вот такая игра но в целом целом я говорю то есть если опустить вот эти вот мои огорчение по поводу лора и сюжета и финальной части геймплея вот игра конечно остается замечательная однозначно рекомендуемый к играм и и игранию даже не просто к прохождению а именно вот их сесть поиграть потому что помимо строительства мега крутой яхты на 25 этажей они иногда просто приятного знаете зайти и сесть на стульчик до оставить удочку закинуть и особенно если вот как и собственно предлагалось мне то все в том числе да за 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 этот армировать все по периметру все доски вы знаете господи как он называется блоки плота чтобы акула вот не кидалась не это и все то есть она просто перестает после этого кусать плот вот все все поставить стульчик закинуть удочку плывешь рыбку ловишь музыка играет с лопуха шикарная захотел до острова добрался с учету заколол поплавал пособирал всякое разное красотами подводными полюбовался для релакса для релакса игра однозначно заходит вот но сюжет лор лучше остановитесь на второй главе в общем вот вот такая игра такое прохождение такое мое мнение если вы с ним не согласны пишите обязательно пишите комментарии мне очень хочется послушать ответы на мое мнение по играм что-то никто в общем то обычно не высказывает ничего а жаль хотелось бы все таки именно обратной связи взаимодействия какого-то может быть и не прав может и радикально не прав если вы со мной не согласны укажите пожалуйста на это правда интересно а вот если вам понравилось мое прохождение ставьте лайк если мне понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии делитесь своими впечатлениями об игре моем канале моем прохождении подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны также подписывайтесь на группу вконтакте ссылочки есть в описании если у вас есть аккаунты на возле литрова подписывайтесь на мой канал и там а если нет то заводите и подписывайтесь залетайте к нам с лаградки на дискорд сервер ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у У меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.